Приветствую вас, давайте сразу обозначим ситуацию и проясним, что помочь вашей дочери мы не можем, потому что она к нам не обращается, вот, обращайтесь к нам, вы, соответственно, и вам мы можем помочь. В первую очередь хочется сказать, что нарушение пищевого поведения это, как правило, недостаток любви, то есть ребенок чувствует себя недолюбленным. Девочка не принимает себя такой, какая она есть. Девочке кажется, что она должна быть другой, она пытается быть другой, у нее не получается быть другой, потому что она срывается в силу своего подросткового максимализма, да, она пытается сразу ограничить себя слишком сильно и хочется побыстрее. Потом она срывается, и сорвавшись, она начинает себя, естественно, ругать, винить себя. И как не парадоксально, но все, что она делает, она делает исключительно для того, чтобы себя винить. То есть, обвинение себя, это ее цель, ну, конечная цель, по итогу. И вот почему она хочет себя обвинять, чего ей не хватает. Это уже детали. Это уже детали. Это уже детали. Потому что, потому что, потому что, вы предлагаете нам работать, вот, со следствием, а не с причинами. Вот. Причины, причины, совсем другие, ну, у нее, вот, ее поведение. Конечно, я не могу сказать, какие причины. Разговорот, вы, например, пишете, что, вот, судя по, ну, судя по всему, да, что у нее не достан. Вот. Может быть, может быть, дело в этом, в том, что у нее не достать встрече не хватает мужского внимания. Но не чувствует себя женщиной. Вот. Хочет чувствовать, но не может. И, тогда эта история про вас, эта история про то, чтобы уже вы организовали свою, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. То есть, на мой взгляд, это очень важно, как вы ведете себя. Ну, вот, в личной жизни своей, насколько вы удовлетворены, насколько вы счастливы. Ну, вот. Самая седущая, то ваше, ваше ображение, ее поведение, это результат ваших действий. Если у нее проблемы с пищевым поведением, значит, человек, старается стать достойным. Чтоб там мысли не стало. Иначе, иначе достойно иначе себя не чувствуют. Вот. Почему-то. Почему-то. Ну, по какой-то причине. И почему так происходит? По какой причине так происходит? Можете знать только вы. Мы знать этого не можем. Понимаете? Например, если вы слишком много от нее требуете, ну, просто вот, если вы много от нее требуете, то ее действие это желание избежать ответственности. Ну, вот. За то, что она делает. Желание избежать давления, ожидания на свой счет. Если вы постоянно сравниваете себя с другими, то ее действие это отчаянная попытка стать такой, какой ее, по ее мнению. Хотят видеть. Хотя, конечно, на самом деле, это не так. Ну, в том смысле, что ее, ее перемены, да, ее изменения, ее старания ни к чему не приведут. Хорошему. По крайней мере. Вот. То есть, если вы хотите помочь своей дочери, вам нужно менять свое поведение. Других вариантов у вас, собственно говоря, нет. Почему нет других вариантов? Потому что, еще раз повторяю, ребенок, 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 это тот, кто отражает поведение и позицию родителей. Если вы для себя данный аспект не примете и будете пытаться изменить дочь, не меняя своего поведения, не меняя себя, то ничего, ничего хорошего не будет. Потому что ребенок считывает ваши посылы. То есть, то, что вы ей предписываете. То, что вы, по ее мнению, да, еще раз повторю, по ее мнению только от нее хотите. Она это делает. То есть, подумайте. Вот. Подумайте. Что, по вашему мнению, дочь должна? Просто подумайте об этом. Я уверен, что для вас откроется, ну, достаточно много простора для информации. Вот. Чтобы подумать. Подумайте, что вы требуете от дочери. Подумайте, что вы делаете сами. Например, если вы, скажем, разошлись с мужчиной, отцом, девочкой, а новый мужчина не появился. То это может значить в том, в том числе, то, что вы себя ограничиваете. Если вы себя ограничиваете, то ребенок себя ограничивает. И проявляется это вот в таком вот, в такой форме. Вот. Да, немного извращенная форма, да, но ребенок, в отличии от взрослого, да, он именно контролировать себя. Контролировать свои, свои действия, например. Контролировать, а, ну, сейчас, может, скажем так, степень своих действий. Он не может. У ребенка нет такой возможности. К сожалению. И в итоге, в итоге, в итоге, в итоге или по итогу, получается то, что, получается. Вы, вы видите. Хорошо ли это для ребенка? Ну, я полагаю, что нет. Я полагаю, что вы, вы тоже видите, видите, что это совсем нехорошо. Для. Для. Нее. Ну. Так что, тут вот. Так что, вот тут так. Тут только. Такая вот история. Т.е. 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 мы, еще раз, да, мы не можем знать, мы не можем знать, что у вас с дочерью происходило. А, значит, мы не можем знать, как ваши отношения развивались и складывались до этого. А именно сам, именно сам, и есть ответ на то, почему она сейчас так себя ведет. Понимаете? Поэтому, поэтому, только вам решать, что будет дальше. Я думаю, что ребенок всего того, что он, ну, подросток, он будет противиться, он будет противиться всему, что вы пытаетесь донести, поэтому тратить на это свои силы не стоит. Вот вместо этого стоит ограничить ей помощь вам, которую здесь, которую сейчас, на мой взгляд, вы оказываетесь. Да, т.е. Да. Предправьте ее, ее, грубо говоря, спасать. Чем больше вы её спасаете, чем больше вы пытаетесь ее спасти, тем хуже она будет ставить. Потому что, по факту, да, она не будет ответственна за своё поведение, по факту она не согнётся с негативом. То есть, пусть получает плохие оценки, пусть получает негативные оценки, пусть её ругают вчителя, пусть она страдает, пусть если она этого так хочет, пусть в больницу попадёт. Знаете, человек должен дойти до определённой степени. И только тогда, когда она согласится с тем, что у её проблемы, когда она признает то, что она не может справиться сама, когда ей станет страшно, она придёт к вам, и вот тут вам самое главное, человека не ругать, не критиковать, вот, помочь, но исключительно в том, что она сама не может сделать. Вот это то, что вам нужно. Будете помогать больше, будете помогать дольше, будете опять брать ответственность за неё, на себя, ну, излишнюю ответственность. И снова будут, снова будут проблемы. Но и это, то, что я сказал, не будет иметь значения, не возымеет никакого действия, если вы сами, сами, своё поведение не изменится. То есть, если вы ничего не предпримите, не предпримите, для того, чтобы самой обрести счастье, гармонию, радость и так далее. Вот. Ребёнку, помимо прочего всего, нужна мешкая шкура, вот, вот, а не только мама. Вот подумайте, с чего она начала так справиться? Вот просто, поговорите с ней. Окей. 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 Ну, вот, мне просто интересно. Ну, а почему ты это делаешь? Вы, выясните, у неё этот момент, почему она увлеклась с ней? Нет, ведь не было даже так, ей эта идея пришла в голову. Вероятно же, были какие-то предпосылки. Вот. Вот вам и нужно понять, да, что это, что это за предпосылки такие были. Вот. Вот вам и нужно понять, значит, что и чего ей не хватает. Не хватало. Откуда она взяла это? И так далее. Поговорите с ней, как женщина, женщина, что вы понимаете её желание похудеть. Вот. И так далее. Вот. Может быть, имеет смысл прибегнуть к такому глобальному приёму, да, как личный опыт, так сказать. Вот я начинал охудить там, потому что, там, хотел, например, мальчиков привлечь, да. Ну, чтобы на меня мальчики обращали внимание. Да, да. Допустим. Вот. Вот. То есть, вот это всё нужно. Вот это всё нужно. А то у вас нет никакой близости, как вот вы, ну, как вот вы описываете, да, у вас нет близости с ребёнком именно, вот как, ну, на уровне личности, вот, на уровне личности у вас нет близости с ребёнком. А это ведь очень нужно. Ну, это девочке нужно. Ну, и вам, в принципе, тоже нужно. Вот. Так что обязательно на эту тему, вот, подумайте и, возможно, возможно, к чему-то вы придёте. Вот. Если вы к чему-то придёте, то вам можно будет помочь. Тогда уже, например, подкорректировать свою модель поведения. Например, помочь разобраться с вашими страхами. Допустим. Вот. Если они у вас есть. Конечно. Понимаете? Вот такая помощь может быть предложена вам, нами, как психологам. вот. Надеюсь, что я понятно, ну, понятно донёс, давал свою мысль, вот, надеюсь, что вы поняли меня правильно, надеюсь, что сделаете вы вывод. Потому что, от этого зависит, ну, ни много, ни мало, будущее вашего ребёнка, вот. Но поскольку и вы, скорее всего, не счастливы, да, вот, для начала начинайте что-то делать для себя. Вот. Дочь, ваша дочь, она должна увидеть, что мама любит себя, вот, и заботится мама о себе в первую очередь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...